13 октября 2021 года в 6 часов вечера завершилось выдвижение кандидатов по одномандатным избирателям округам на выборах депутатов Джогурку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 28 ноября 2021 года. Так, по состоянию на 13 октября текущего года по одномандатным избирателям округам в депутаты Джогурку Кенеша выдвинулся 381 кандидат, среди которых 31 женщина и остальные 350 мужчины. Также добавим, что 373 кандидата выдвинулись в порядке самовыдвижения и 8 кандидатов были выдвинуты от 7 политических партий. Отметим, что максимальное количество кандидатов 19 человек выдвинулось по Кадамджайскому избирательному округу, тогда как минимальное количество по 4 кандидата выдвинулись по Ноакадскому и Узгинскому избирательным округам. Добавим, что согласно Конституционному закону о выборах президента и депутатов Джогурку Кенеша Кыргызской Республики, депутатом Джогурку Кенеша может быть избран гражданин Кыргызской Республики, достигший на день проведения выборов 25 лет, обладающий избирательным правом, имеющий высшее профессиональное образование. В разрезе областей выдвижение выглядит следующим образом. Баткенская область, 3 избирательных округа, 40 выдвинутых кандидатов, из них 4 женщины. Оржская область, 9 избирательных округов, 71 выдвинутый кандидат, из них 3 женщины. Джалалабадская область, 7 избирательных округов, 63 выдвинутых кандидата, из них 3 женщины. Талаская область, 2 избирательных округа, 17 выдвинутых кандидатов, женщин нет. Чуйская область, 6 избирательных округов, 73 выдвинутых кандидата, из них 3 женщины. Город Бишкек, 4 избирательных округа, 38 выдвинутых кандидатов, из них 4 женщины. Нарынская область, 2 избирательных округа, 31 выдвинутый кандидат, из них 4 женщины. Иссыкульская область, 3 избирательных округа, 48 выдвинутых кандидатов, из них 10 женщин. Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики сообщает, что избирательный фонд кандидатов депутата Джоурка Кенеша по одномандатным избирательным округам формируется за счет следующих средств. Собственные средства кандидата, которые не могут превышать расчетный показатель более чем в полторы тысячи раз, то есть 150 тысяч сомов. Средства, выделенные кандидату, выдвинувшие его политические партии, которые не могут превышать расчетный показатель более чем в 10 тысяч раз, точнее 1 миллион сом. Пожертвование физических лиц, размер которых не может превышать расчетный показатель более чем в 2 тысячи раз, то есть 200 тысяч сомов. А также пожертвование юридических лиц, размер которых не может превышать расчетный показатель более чем в 5 тысяч раз или 500 тысяч сомов. Добавим, что предельная сумма поступивших из расходованных денежных средств избирательного фонда кандидата не может превышать расчетный показатель более чем в 100 тысяч раз, точнее 10 миллионов сомов. Центральная избирательная комиссия сообщает, что к распределению депутатских мандатов по избирательному округу допускаются политические партии, преодолевшие 5-процентный общереспубликанский избирательный порог, а также 0,5% – это региональный избирательный порог. Также при распределении мандатов, полученных политической партией, первоначально распределению подлежат не менее 30% от общего числа мандатов, полученных политической партией, между кандидатами женского пола, получившими наибольшее количество голосов избирателей. В случае, если кандидаты женского пола из списка кандидатов политической партии не получили голоса избирателей, оставшиеся мандаты по женской квоте распределяются в очередности, соответствующей порядку размещения кандидатов женского пола в списке политической партии, установленному при регистрации списка в Центральной избирательной комиссии. Затем 70% от общего числа мандатов распределяются между кандидатами, за порядковый номер которых отдано наибольшее количество голосов избирателей по отношению к другим кандидатам. При этом позиции кандидатов в списках кандидатов политической партии перемещаются в нисходящей последовательности в зависимости от количества набранных каждым кандидатом голосов избирателей. В случае равенства набранных голосов избирателей между кандидатами и списка кандидатов одной политической партии, последовательность позиций кандидатов в списке кандидатов определяется в соответствии с порядком размещения кандидатов в этом списке, установленном при регистрации списка в Центральной избирательной комиссии. Отметим, что политической партии может быть предоставлена не более 50% от общего количества депутатских мандатов в Джогурку-Кенеши по пропорциональной системе, то есть не более 27 мандатов. Центральная избирательная комиссия совместно с Международным республиканским институтом и общественным фондом «Женская демократическая сеть» с 12 по 23 октября текущего года в городах регионального значения проводят информационные сессии для кандидатов, уполномоченных представителей политических партий, женщин-депутатов, женщин-кандидатов, выдвинувших на выборах депутатов Джогурку-Кенеша Кыргызской республики, назначенных на 28 ноября текущего года. Целью мероприятия является продвижение женского лидерства через повышение потенциала женщин, участвующих в предстоящих парламентских выборах, в сфере избирательного права, выборного процесса, а также информирования о нововведениях в законе о выборах. Добавим, что участники смогут получить обширную информацию и консультации по вопросам, особенности проведения выборов депутатов в ЖККР по смешанной системе, особенности предвыборной агитации, порядок рассмотрения жалоб и заявлений, женское лидерство, политическое участие женщин в выборном процессе, партийное строительство в Кыргызской республике, ораторское искусство и политические дебаты, навыки эффективного общения с избирателями, недопущение нарушений политических прав женщин в выборных процессах. По вопросам участия просим обращаться по контактным номерам 0 312 62 62 87. Центральная избирательная комиссия напоминает избирателям, что уточнить себя в списке избирателей можно до 12 ноября 2021 года включительно. Окончательный список избирателей составляется и размещается на портале ТИЗМИ 18 ноября, а затем вывешивается на участковых избирательных комиссиях 21 ноября текущего года. Отметим, что избиратели могут уточнить себя в списке избирателей, позвонив по номеру 12 55 или 119 на сайте tizme.gov.kg на избирательном участке, отправив смс на номер 119 с указанием своего персонального идентификационного номера в паспорте.